Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как я сделал жидкость, способную наделить запахом мандаринов целый многоэтажный дом. Думаю, что у многих из вас мандариновый запах ассоциируется с Новым Годом, праздниками, а также хорошим настроением. А виновником этого интересного эффекта являются эфирные масла, которые содержатся в кожуре не только мандаринов, но и многих других плодов цитрусовых. Эти масла даже отлично видны при чистке мандаринов, так как при этом из кожуры вырываются просто фонтаны пахучих веществ, наполняющие помещение приятным ароматом. Однако, давайте уже приступать от слов к делу. Для начала я купил нехилое такое количество мандаринов для выделения из них пахучих веществ. Здесь у меня где-то 3 килограмма оранжевых плодов. После очистки вышла целая гора мандариновых корок, которые на этот раз отправляются не в помойку, а прямиком в двухлитровую колбу. Предварительно я, конечно же, измельчил корки. Выделять эфирные масла из цедры мандарина я буду с помощью древнейшего метода, а именно при помощи паровой дистилляции. Для этого мне понадобится специальный аппарат, предназначенный как раз для выделения эфирных масел из растений. Позже я расскажу, как он работает. Теперь я заливаю горячей водой содержимое колбы, чтобы из-за резкого перепада температур, из растительных клеток быстрее вышли все летучие органические соединения. После установки всех компонентов аппарата я включаю нагрев на плитке, циркуляцию воды в холодильнике и процесс начинается. Спустя примерно 10 минут вода в колбе закипает и поднимается вверх по стеклянной трубке. Вместе с собой горячий водяной пар уносит и летучие органические соединения из мандариновых корок, так как в смеси с водой эфирные масла могут кипеть и при меньшей температуре, чем обычно. В нормальных условиях их температура кипения выше 150 градусов по Цельсию. При достижении холодильника смесь поров конденсируется и стекает в приемник, где жидкости уже расслаиваются и в верхнем слое формируется та самая мандариновая эссенция. Так как эфирные масла легче воды и не смешиваются с ней, то они образуют в приемнике верхний мутный слой, мутность которого вызвана образованием водной эмульсии при высокой температуре. Так и продолжается этот процесс, в течение которого из колбы выходит смесь воды и эфирных масел, они поднимаются до холодильника, где очень быстро превращаются в жидкость. Интересно, кстати, наблюдать, как в холодильнике формируется эмульсия на стеклянных стенках, из-за того, что эфирные масла практически нерастворимы в воде. Думаю, что многие из вас уже с нетерпением хотят узнать, что же это за масла такие эфирные и из чего они состоят. Согласно научной статье, главным компонентом эфирного масла из мандаринов является вещество D-лимонен, которого в составе цедры содержится от 80 до 90%. Другой стереоизомер лимонена, L-лимонен, имеет хвойный запах. После него идет бета-мерцен, мета-цемен и альфа-пинен, а также около 100 других компонентов в малых концентрациях. С точки зрения органической химии, перечисленные вещества достаточно известны и относятся к классу терпеноидов, состоящих, в свою очередь, из изопреновых звеньев, которые зачастую являются продуктами биосинтеза растений. Терпены отвечают за запах очень многих растений и входят, например, в состав хвойных деревьев. Если вернуться к эфирным маслам, то свое название они получили из-за того, что производные терпенов, которые входят в их состав, имеют очень высокую летучесть, а также не оставляют на поверхности жирных пятен. В растениях, в особенности в цедре мандаринов, эфирные масла играют важную роль. Они защищают растения от вредителей насекомых, а также от некоторых грибковых заболеваний. Ну а чтобы вы смогли лучше разбираться в сложных химических терминах, для вас есть очень интересный проект. Всем привет! Я Лия Менделеева, и я готовлю учеников к сдаче ЕГЭ по химии в онлайн-школе «Вебинариум». Почему подготовка онлайн – это круто? Тебе не придется тратить часы на дорогу до репетитора. Ты сможешь заниматься дома в комфортной обстановке. И, конечно же, цена – 150-200 рублей за час интенсивной подготовки. За последние три года мы выстроили систему, которая готовит к ЕГЭ максимально быстро и эффективно. Предлагаю тебе присоединиться к проекту и готовиться с нами в мастер-группе «Экстра». Мы готовим с любого уровня до 100, предоставляем авторскую практику и мотивируем учиться и добиваться поставленных целей. Главное – не стоит бояться. Записывайся по ссылке в описании прямо сейчас. Ждем тебя в нашем проекте. До встречи на вебинаре! Ну а теперь вернемся к нашей дистилляции. В течение времени в приемнике моего стеклянного аппарата собирается все больше эфирного масла вместе с водой. Для того, чтобы со временем удалять лишнюю воду, в аппарате также предусмотрена отдельная трубка, по которой вода при достижении определенного уровня будет вытекать обратно в колбу, а эфирное масло оставаться в приемнике. Такой аппарат я заказывал у вездесущих китайцев, и он является упрощенной версией флорентийской склянки, с помощью которых обычно и отделяют смесь эфирного масла и воды. Спустя примерно полтора часа дистилляции в приемнике накопилось достаточное количество эфирного масла, и я решил остановить процесс. Теперь сначала я сливаю лишнюю воду из приемника в отдельный стаканчик, а далее уже верхний слой с нашим продуктом я сливаю в небольшую баночку. Как видно, в баночке кроме эфирного масла есть еще и примеси воды, которые лучше всего убрать с помощью заморозки. Спустя пару часов в морозилке лишняя вода просто замерзает, оставляя лишь после себя кристально чистое эфирное масло. Теперь осталось лишь его протестировать. Хотя подождите, для опыта еще кое-чего не хватает. Дополнительно я еще измельчил остатки мандариновых корок и залил их спиртом, после чего оставил настаиваться на неделю. Таким образом, у меня еще будет образец для сравнения запаха. Ведь, как известно, в процессе паровой дистилляции мандариновое масло неизбежно нагревается, что может привести к деградации некоторых компонентов, а следовательно и к изменению конечного запаха. Однако, это еще не все. Для еще большего сравнения, я купил апельсиновое эфирное масло, так как, к сожалению, мандариновое достаточно редкое, и я его не смог найти. Для теста я просто понюхаю все образцы пахучих масел. Дегустировать на вкус чистые эфирные масла я считаю полным извращением, да и на вкус они обычно горькие. Для начала протестирую то масло, которое я получил сам. Хм, удивительно, но в чистом виде запах самодельного эфирного масла из мандаринов очень мало похож на мандарины. Весь аромат перебивается какими-то капустными тонами, и в целом запах получается каким-то испорченным. И тусклым. Думаю, дело здесь в так называемых лишних привкусах, которые образуются при термальной обработке мандариновых корок. Одним из таких веществ является, например, альфа-терпинеол, который образуется в результате термического разложения лимонена. Что ж, давайте теперь сравним самодельное мандариновое масло с той эссенцией из мандариновых корок, которая настаивалась целую неделю. Хм, здесь аромат более кислый, но все же мандариново насыщенный. Хотя цельность букета все же немного перебивается запахом спирта. И в конце давайте сравним все это дело с эфирным маслом из апельсина. Да, здесь уже ощущается значительная разница, так как апельсиновое масло имеет гораздо более сладкий и немного мятный аромат, чем мандариновый. В ходе проводимых мной экспериментов я заметил, что при разбавлении моего самодельного мандаринового масла в воде его запах кардинально менялся. На один стакан нужно было капнуть всего четверть капли масла, после чего в запахе тут же появлялись острые мандариновые нотки. Запах содержимого стакана было почти не отличить от запаха свеженачищенных мандаринов. Возможно, что при таком перемешивании с водой часть посторонних веществ растворялась в воде, убирая при этом посторонние нотки в запахе. А возможно и такое, что нашим рецепторам для полноты картины нужна примесь воды во вдыхаемых парах. Если среди зрителей есть парфюмеры и специалисты по запахам, прошу ваши ответы в комментарии. Возможно, из-за образования посторонних запахов большинство эфирных масел для продажи получают холодным прессованием, чтобы полностью сохранить все тонны запаха. Я, кстати, попробовал ради эксперимента капнуть одну каплю такого масла в бак для ультразвукового увлажнителя воздуха. И скажу я вам, результат был просто бомба. Думаю, моим соседям понравился запах мандаринов в нашем подъезде. А мне уж так тем более он запомнился. Кроме ароматерапии, полученное мандариновое эфирное масло можно использовать и в качестве безвредного растворителя для органических веществ, так как, к примеру, его очень много образуется в качестве побочного продукта при производстве сока цитрусовых. В то же время, сейчас эфирные масла цитрусовых начинают использовать в качестве природных гербицидов, так как содержащийся в эфирном масле лимонен препятствует росту других растений, которые не относятся к ласту цитрусовых. Также такое мандариновое масло можно, к примеру, использовать и для защиты растений от насекомых при разбавлении его, к примеру, этанолом. В итоге получается, что мне удалось сделать почти самую мандариновую жидкость в мире. Ну а если вам понравилось такое видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы увидеть еще много нового и интересного. Субтитры подогнал «Симон»!